Бизнес, инвестиции, бюджет, привык. Программа «Экономика». Студия Мария Кожевникова. Здравствуйте. Половина кировчан через 11 лет будут получать зарплату 100 тысяч рублей. Таковы итоги исследований экспертов РИА Новости. В нем производилась оценка времени для достижения зарплаты в регионах в 100 тысяч рублей в месяц. Кировская область оказалась по этому показателю на 52 месте. Четверть жителей региона будут получать 100 тысяч через 7,5 лет. Половина через 11,75% через 15 лет. В четырех северных регионах четверть работников уже получают по 100 и больше тысяч рублей. При этом, например, в Ямало-Немецком автономном округе нужно менее трех лет, чтобы у 50% работников зарплата достигла таких значений. В целом, по России, зарплата у половины работников превысит 100 тысяч рублей примерно через 9 лет. Фонд капремонта планирует отремонтировать 900 домов в этом году. Об этом на еженедельном совещании доложил зампред правительства Алексей Жердев. В этом году впервые за долгое время отыграны 100% средств фонда. Это 4,5 миллиарда рублей, запланированных на 2023 год. На них хотят привести в порядок 629 зданий. Также принято решение, что будут искать подрядчиков для порядка 250 объектов, запланированных на 2024 год. Таким образом, общее количество отремонтированных в этом году домов должно составить около 900, пояснил Жердев. Зампред уточнил, что в прошлом году привели в порядок всего 150 объектов. В эфире экономика. Определен подрядчик для реконструкции Александровского сада. Восстановлением объектов культурного наследия займется компания «Архстрой Регион», зарегистрированная в Коряжме. В ходе аукциона она предложила выполнить работы за 16 миллионов рублей. Таким образом, экономия от торгов составила всего 80 тысяч. Напомню, в ходе реконструкции Александровского сада будет отремонтирован входной портик, чугунная ограда, обе ротунды. Кроме того, в порядок приведут памятник Халтурину и обелиск борцам за советскую власть. Контракт предполагает, что все работы должны быть выполнены до 2 октября. Мария Гожевникова, Новости экономики в Кирове.